Всем огромнейший привет! С вами снова я и мои волосы. И сегодня мы будем красить волосы, обесцвечивать корни и тонировать длину. Мы для себя разработали идеальный график покраски волос. Раз в 6 недель мы делаем полный цикл, обесцвечиваем корни и тонируем длину. Через 3 недели мы опять тонируем длину. И через 3 недели мы опять делаем полный цикл покраски. Это обесцвечивание корней и тонирование длины. Для меня это самый удобный вариант. Во-первых, все 6 недель волосы выглядят ухоженно, на них есть какой-то тон, поддерживается их наполненность, то есть в волосах присутствует пигмент, пусть даже и искусственный, это поддерживает их эластичность. И сейчас наступила жара, наступило лето, пустые, обесцвеченные волосы без пигмента, они более подвержены солнечному влиянию, более ломкие. Тонировка для них как раз идет в плюс. Я прочитала в разных источниках по поводу того, как часто можно тонировать. Тонировать можно раз в 2-3 недели. Для меня идеальный вариант это тонировать раз в 3 недели, потому что раз в 2 недели не вижу смысла, еще остается тон на волосах, а раз в 3 недели просто в самый раз. Под прошлыми видео вы давали советы по поводу покупки средств, ухаживающих за волосами. Да, у меня волосы сейчас требуют усиленного ухода, и я сейчас поделюсь с вами, что я прикупила в этот раз, какие средства я заказала. Покажу вам средства, которые я заказала специально для того, чтобы разгладить волосы, потому что они как-то пушатся, особенно после того, как я их помою, они имеют, я имею вид такого пушистого одуванчика. Поэтому я бы интересовалась, чем можно влиять на такие волосы, чтобы они выглядели более разглаженными. Конечно, восточной гладкости я никак не могу добиться от своих волос, тем более поврежденных и обесцвеченных. Азиатская гладкость, это не про мои волосы. Мои волосы более пористые, очень тонкие и очень быстро они подвергаются воздействию негативному, портятся, истончаются и начинают пушиться. В этот раз для ухода за волосами я решила заказать вот такую вот линейку. Это Vela Professionals, линейка Oil Reflections, чтобы прибавить волосам гладкости, сияния и блеска. В средствах содержатся масла и экстракт белого чая. Не для питания волос больше, а именно для разглаживания. Особенно это чувствуется очень сильно после шампуня, там какие-то добавки. И когда моешь волосы шампунем, хотя такое редко бывает при использовании каких-либо других шампуней, волосы как-то под руками сразу начинают разглаживаться. А маска тоже дает такой эффект, но он не такой сразу же ощутимый, как после шампуня. Маска, она более накопительная, наверное, имеет эффект, то есть ей нужно попользоваться для разглаживания более длительное время. Далее я заказала себе такую вот парочку для дутья волос после покраски, ну то есть для сохранения цвета в волосах. Это уже Londo Color Redding, шампунь для окрашенных волос. И вот такая вот интенсивная маска для окрашенных волос. Еще для разглаживания волос решила заказать вот такой вот крем. Это именно крем для волос Vella Professionals, линейка Invigo. Крем для разглаживания волос и придания такого вот антифриз эффекта, это называется, то есть убирание вот этого вот такого пушка на волосах. Вот такие вот средства я заказала в этот раз для ухода. И сейчас я вам покажу, какими мы красками сегодня будем пользоваться. Для обесцвечивания корней будет у нас все тот же Vella Calistone, спецблонд для обесцвечивания корней. По номерам это 1296 и 1281. Я уже обесцвечивала себе корни этой вот парочкой. 1281 это у нас ультра яркий блонд жемчужный пепельный. И 1296 это ультра яркий блонд с андре фиолетовой. По цифрам, которые после косой черты. 81 это 8 синий и 1 это пепел. И 96, 9 это цвет с андре. С андре это синий смешанный с фиолетовым. И 6 это фиолет. Эта парочка нам дает такой вот розовато-фиолетовый оттенок на волосах после обесцвечивания. 1 к 1, то есть 50% одного оттенка и 50% другого оттенка буду использовать. Для тонировки волос я буду использовать Vela Color Touch. Это безаммиачная краска, но это не тонирующий бальзам. Это на моно, это на ламиния или как называется это вещество. В общем заменитель аммиака, но краска называется безаммиачная. Цвета у меня 10.0 это lightest блонд. Это нейтральный блонд без дополнительных оттенков. И 9.96, 9 это с андре, 6 фиолет. С андре это фиолет плюс синий и 6 это фиолет. И в результате соотношение цвета корней и цвета длины волос с вот этими вот цветовыми вариациями меня вполне устраивает. Поэтому будем сегодня краситься таким образом. Итак, приступим. На кожу головы мы будем наносить такую вот защитную эмульсию. Это от Vela Professionals Color Motion Sky Protect. То есть средство для защиты кожи головы. Иначе без такого средства у меня щиплет очень сильно кожу головы от спецблондов в сочетании с оксидом. Иначе без того, чтобы он не был таким жидким. Потому что сейчас у меня на голове как шампунь, знаете, выглядит. Для этого я сейчас пойду его немножко подсушу феном. Все, я высушила волосы с этим скальп протектом. Теперь у меня волосы выглядят как грязные и сухие. Кстати, специально перед тем, как мы стали краситься в домашних условиях, я купила себе расческу типа Tango Teaser. Ну, это, конечно же, не оригинальная. Я ее купила в просторе. И она стоила что-то там около 100 гривен. Я никак не могу теперь понять, почему я не купила такую расческу раньше себе. Она очень классная для длинных волос, поврежденных, которые нужно беречь. Волос, которые можно очень легко повредить. Кстати, когда мы заказывали очередную партию красок и косметики у Вэлла, мы заказали вот такой вот квинь-нуар для покраски. Потому что в мусорном пакете краситься это, ну, не лакшери-стайл, конечно. Так, еще раз по соотношению всего того, что мы будем класть. Калистон Перфект Супер Блонд. И что у нас по оттенкам и по граммам. Оттенок 12,81. 25 грамм. К нему мы домешиваем. 12,96. Тоже 25 грамм. Итого у нас получается 50 грамм краски спецблонда. Соотношение с окислителем у нас 1 к 2. Берем наш окислитель Вэллаксон Перфект. Вот такая вот большая бутылка. 9 процентов. Мы используем не 12, а 9. 100 грамм. И получается у нас 50 грамм краски и 100 грамм 9 процентного оксигента. Пока Женя выдавливает краску из тюбика, расскажу вам по поводу использования оксигента для спецблонда. Спецблонды, я думаю, что все. Но сейчас я вам буду рассказывать про калистон. Спецблонды следует использовать с высокими процентами окислителя. Это либо 9, либо 12. Мы используем 9, но я думаю, что если, например, свой тон волос более темный, чем у меня. То есть у меня 7 уровень тона моих волос. Если, например, у вас там 6. На сколько спецблонд тянет? На 4 тона? На 3 тона, на 9 оксиде. На 4, 5 тонн, на 12. То есть это нужно смотреть? Скорее всего 4. Нужно смотреть, какой у вас свой тон волос и уже выбирать окислитель. Но окислитель ни в коем случае не должен быть ниже 9%. Почему? Потому что в спецблондах, в суперблондах используют очень большое количество аммиака. Ну это логично, это так нужно. Чтобы краситель попадал глубоко в волос, нужно добавить большое количество аммиака. И большой процент окислителя, когда вы смешиваете на волосах, окислитель гасит аммиак. И если вы будете использовать, например, спецблонд с окислителем 6 или 3%, то при реакции не будет погашено это огромное количество аммиака. И просто на ваших волосах будет агрессивно работать аммиак. Вы будете думать, что вы добавили малый процент окислителя и для ваших волос это просто спа-процедура. Но нет, к сожалению, на самом деле просто на волосах будет очень агрессивно разъедать их структуру аммиак. Поэтому все по инструкции. Это все описано везде в инструкциях спецблондов. Спецблонды 9 и 12% окислителя. Порошки это совсем другая тема. Там можно использовать низкие проценты окислителя. И нужно использовать низкие проценты окислителя. 9 и 12% это специальные ряды оксигентов для спецблондов. Ни в коем случае меньше 9% не используем. Для более равномерного распределения краски я ее перед смешиванием с окислителем размешаю между собой. Так, 50 грамм краски у нас уже в мисочке. И мы туда добавляем 100 грамм оксида. У Богдана тут свой баррекмахерский набор. Тут у него есть такая мисочка с щеточкой. Я, если честно, тоже замешал краску и... Я проверяю на расческе, как она покрасит. А, ну понятно. Нам не хватает во рта, она была там. Как раз. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дело в том, что аммиак это натуральное вещество И оно очень летучее После того, как вы нанесли краску на волосы Аммиак начинает работать Он через какое-то время улетучивается с волос А моноэтаноламин или этаноламин Во-первых, он не такой летучий И он имеет крупные молекулы И эти молекулы не улетучиваются И задерживаются в волосах Поэтому, когда вы смываете краску Якобы безаммиачную Якобы менее вредную Эти молекулы остаются у вас в волосах В отличие от того же аммиака Который считается более вредным Так вот, молекулы этаноламина Или моноэтаноламина Остаются в волосах И продолжают разрушать волосы После покраски Поэтому очень важно Особенно для безаммиачных красок Использовать стабилизаторы Которые прекратят работу краски в волосах Иначе искусственный аммиак Будет продолжать портить волосы В использовании моноэтаноламинов Синтетических аналогов Аммиака действительно есть смысл Я сейчас не буду об этом задерживаться Но я сама теперь буду следить за этим И призываю вас Если вы пользуетесь безаммиачными красками То обязательно останавливайте Действие красителя в ваших волосах Это очень важно Я уже вернулась показать вам результат Вот так выглядят сегодня Мои волосы после тонирования Хочу обратить ваше внимание Что волосы я сегодня тонировала Ровно той же формулой Что и в прошлый раз Когда я снимала видео с неожиданным результатом Там я тоже брала вот этот тон 9.96 Там где синий фиолет и фиолет И разбавляла его десяткой Просто разбавляла нейтральным десятым оттенком И я тогда ожидала увидеть Более фиолетовый оттенок Потому что фиолет и синий фиолет Превалирующий цвет здесь это фиолетовый Но в прошлый раз у меня получился Холодный беж с розоватым отливом А сейчас у меня в принципе Получился такой результат Который я ожидала в прошлый раз Мы проанализировали свои ошибки И поняли почему так получилось в прошлый раз В прошлый раз мы как-то долго провозились Пока мы разводили краску Часть волос высохла Потом когда мы стали наносить краску Высохла еще большая часть волос По технологии По инструкции все-таки нужно Наносить Color Touch на мокрые волосы Лучше наносить на мокрые То мы взяли пульверизатор и брызгали на волосы И эта вода Она разбавила еще краску Поэтому она ложилась более таким прозрачным тоном Недостаточным образом перекрыл Мой фон осветления Сейчас мы старались долго не копаться Не делать все медленно И поэтому у меня получилось именно то, что я ожидала И получился вот такой вот цвет Это действительно вот такой вот холодный оттенок Но не пепел, не серый А ближе к натуральному я бы сказала Сейчас я вам покажу, как при дневном освещении Выглядят волосы Потому что при вечернем искусственном Это выглядит как по другому При дневном еще более холодное тело В общем так выглядит цвет И кстати у меня в комментариях Очень много отзывов о том, что мне не идут холодные тона Какие-то нотки отчаяния просто там звучат Что посмотрите Ну вам же пишут, что вам идут теплые тона А вы краситесь в холодные Я хочу просто пояснить Я знаю, что по цветотипу Я по-моему весна И мне по цветотипу действительно идут теплые тона Но я как человек лично Люблю холодные тона Поэтому я делаю те оттенки Которые мне нравятся визуально Мне нравятся пепельные Мне нравятся с розоватым оттенком Мне нравятся вот сероватые волосы Да, я понимаю, что по цветотипу Мне идут теплые Когда мне захочется сделать золотистый блонд Бежевый блонд, натуральный блонд То я себе сделаю А сейчас я хочу себе делать такие оттенки Я смотрела девочек на ютубе Которые красятся в бежевый блонд В такой песочный блонд И когда у них нечаянно получается серый оттенок Они просто плачут Это же все вкусовщина Это все личные предпочтения человека Поэтому, когда вы, например, смотрите какого-то блогера И у него цвет волос Который якобы вам кажется, что ему не идет Возможно, не стоит Прям из раза в раз писать Что покрасьтесь в другой цвет Покрасьтесь в другой человеку это нравится Точно так же и мне Все, буду на этом заканчивать свое видео Всем огромное спасибо за внимание Всем до скорых встреч Всем пока-пока